я вас приветствую друзья в этом видео решил продолжить тему исчезновений и гибели подростка 13-летнего дмитрия новоженина просто потому что уже появляются какие-то подробности очень странные непонятные и чем больше углубляясь в эту тему просто так даже на поверхности глядя и на нее изучая все больше возникает вопросов как вообще произошла эта трагедия сегодня попытался уточнить место его нахождения очень сложно понять где нашли потому что информация естественно следствием не разглашается а поисковым отрядом лиза аллер естественно тоже не разглашается по понятным причинам они уже давно объясняли что никакой информации никогда никому не дают ладно так кодекс у них такой ладно но судя по тем статьям журналистов все-таки есть возможность попытаться понять ну а где же его нашли давайте одну из таких вот статей небольших прочитаю и вы поймете о чем я говорю это статья мойка 78 издания от 5 апреля пропасывал 13-летнего мальчика из красногвардейского района нашли 3 апреля неподалеку от дома он лежал между деревьев лесном массиве мурина следователи предполагают что ребенок умер от перехвоздения во всеволожском районе ленобласти поисковая группа лиза аллер смогли найти пропавшего безвести скольника однако он уже был умер мальчика увидели на земле между деревьев двух километрах от дома по лесной улице в лесном массиве недалеко от муринской дороги за рекой ах той а теперь давайте перейдем на карту гугл земля я вам постараюсь на этой карте более подробнее рассказать и показать где примерно его был он был найден и ну насколько как говорится далеко от дома и насколько эта территория действительно такая но в которой должны пропадать люди когда первая новость появилась отлично у меня создалось впечатление что он там ушел куда-то в район где-то в лесную глуз заблудился и ну как вот влад бахов и сам ушел сам замерз и пропал но теперь изучая этот момент у меня возникает совершенно противоположное мнение и сейчас вы поймете почему давайте начнем с того что вот это вот это микрорайон новая авто где-то здесь и проживал сожалению только так теперь можно говорить проживал дмитрий вот здесь микрорайон мурина который упоминается а вот лесная улица вот она а а вот здесь кстати проходит муринская дорога по которой тоже говорят что недалеко от муринской дороги якобы он был найден и получается очень странная вещь если вы говорите что два километра от дома я не знаю конкретно по какому адресу он здесь проживал но два километра если вот в этом направлении посмотреть это где-то вот ну в лесная зона вот вот это другой тут непонятно какую еще может быть здесь кстати вот похоже тоже протекает какая-то река насколько я знаю ахта это вот эта река вот она ахта здесь тоже что-то похоже на какую-то реку но вы можете сразу вот бросается в глаза сразу обратить внимание стоит вообще-то но достаточно густо заселенный район при приближении можно еще раз этому убедиться так где-то его нашли берег берегах ты я еще раз подчеркиваю это вот это вот река ахта или авто я не знаю как правильно поставить ударение ну здесь на берегу нашли что ли где именно это произошло каком месте если улица лесная упоминается ну тогда где-то наверно вот здесь я могу только предположить но в любом случае что здесь что здесь что даже вот в этих зонах как вы видите тут кругом жилые дома это действительно очень хорошо заселенный район если только вот где-то в этом месте но мурин это вот здесь находится опять не получается и как вы видим от снова очередная загадка то есть получается по предварительным выводам дмитрий вышел погулять 29 марта по подтвержденной вроде даже информации он общался по телефону последний раз звонил в 6 часов вечера маме сказал я ну как гуляю видимо иначе он сказал неизвестно о чем они разговаривали напомню тогда 29 марта справлять день рождения его старшего брата планировали поэтому его ждали он должен был вернуться в 11 часов вечера забеспокоились телефон выключен никаких известий от него нет и уже в это время начали бить тревогу я не знаю обращаясь ли в полицию или еще куда-либо но если посмотреть на форум лиза аллер поискового отряда искать его начали 30 марта в 9 часов выехала группа не нашли куда выезжали не знаю непонятно потом тут написано 2 где-то автономных выезда что такое тоже не могу сказать потом был еще один выезд вроде бы как было все-таки искали хотя утверждается что его до 3 числа никто не искал путанной информации идет понимаете и вот наконец третьего буквально собрались все и солдат подтянули штаб был развернут прям там недалеко от новой ахты где-то в микролюль новая ахта виза аллер но его нашли вот эта фотография которой я думал что это куртка в прошлом видео сказал это ошибочно и действительно он вот так его вот так он и был найден прикрытый куском непонятно линолеума или ковролина тут скорее линолеум и он здесь на прикрыт а не укрыт это однозначно лежит на киста бревнах ну так люди не ложатся понимаете на бревно лечь чтобы там уснуть или что или ночевать переждать куртка лежала где-то метров 50 с разряженным телефоном на первый взгляд есть некие признаки вот человек блуздал блуздал потом устал лег уснул и замерз но другой стороны я на вам показал здесь долго блуждать не надо то есть если он каким-то образом оказался вот в этой лесной зоне и уж не знаю что там он делал зачем ему туда надо бы выйти выйти оттуда в любом направлении легко куда угодно можно было бы спокойно выйти к людям я имею в виду три дня там блуздать он никак не мог сейчас определяется время смерти еще не понятно если он погиб 29 марта вечером это конечно меня лично убедит том что конечно это криминал если же это произошло там 2 например апреля а я не понимаю как это могло произойти потому что здесь нет того объяснения которое было в истории с владом баховым здесь нет пьяной гулянки вечеринки здесь нормальные адекватные мальчишка по словам соседей вполне хорошо себя ведущий из нормальной семьи нет нигде не отмечался каких-то плохих так называемых компаниях как обычно говорят учился компьютерные игры ну обычный подросток и вот чтобы он где-то пошел на гулянку на пьянку и посол заблудился вот к нему это никак не подходит и еще раз напоминаю это было день рождения брата он должен был быть дома если бы это было какой-то другой день еще можно было бы там обманул стихаря пошел сам действительно с кем-то там загулял с какими-то опять друзьями здесь не получается не сходится но даже если загулял как он не вышел тут выйти то проблем нет как можно здесь заблудиться потерять ориентировку и уйти не в ту сторону изучая вот даже вот эти подробности у меня все больше складывается впечатление что здесь есть конечно вероятность возможно все таки что не сам ушел не сам замерз насколько это действительно так наверное время покажут все зависит от следствия надеюсь оно будет проведено четко грамотно умело как нам обычно рассказывают я уверен там в округе очень много видеокамер в этой местности наверняка частный сектор там какой-нибудь присутствует не можно спокойно проследить его передвижение если он туда пешком пришел да даже если на чем-то доехал то есть выяснить каким образом он там оказался на мой взгляд вот по горячим следам достаточно легко получится я не знаю но думаю это надо сделать обязательно потому что случай опять какой-то загадочный какой-то странный в котором очень много вопросов и будут ли на них ответы я сказать не могу пишите что думаете по этому поводу сказывайте свои мысли может быть у вас появятся какие-то идеи какие-то объяснения может быть у вас есть информация еще раз выражаю свое соболезнование родители мне сейчас просто ступоре в шоке прекрасно понимаю как им очень тяжело очень сейчас это это трагедия на всю оставшуюся жизнь пережить это очень трудно и понять очень сложно остается только действительно сочувствовать соболезновать и сопереживать но на этом как обычно до новых встреч друзья